Всем привет ребят, с вами Скорп и это новый выпуск по Такшн Продакшн. В главных ролях сегодня у нас админ под ником Гуфар. Лучший ученик Нострадамуса. Бронзовый выпускник Афганистана. Серебряный призер в номинации 3 топора и главный тактик и конкурент Ёптику, по мнению интернет-портала, пи***ю.ру. Добро пожаловать на новый сезон, друзья. А перед тем, как мы начнем, хочу вам показать одного игрока, который мне тут чисто случайно на днях попался на глаза и представился он вот так вот. Посмотри, модератор. Ты модератор? С нами следит и отлавливает неадекватных админов, таких как ты. Так скажи мне, модератор, а как так получилось, что я за тебя сделал твою работу быстрее тебя? Хотя, по сути, я никто, а ты модератор, который ходит по серверам и, как ты сказал, отлавливает админов. Не только на одном сервере сижу, я по-разному хожу. Я посмотрел, как ты их отлавливаешь, и странно, что ты еще вообще модератор. Извини, конечно, если я тебя обидел, но сейчас ты посмотришь этот ролик и поймешь, что обижаться надо на себя. То чувство, когда Скорпион тебе передает привет. Да, 1337? Здарова, братишка. Приятно видеть, что вы играете вместе со мной. Ну все, хватит обнимашек, переходим к ролику. И первый момент на сегодня это математик 99-го левела. Очень интересный момент за команду террористов, смотрите. Поднимаемся в окна, дефолтные позиции мы не чекаем, а нахуй надо, да, мы и так знаем, что там никого нет. И смотрите, что он делает. Возвел игроков в квадрат и в порядке убывания отправил всех на покой. Вот так вот, а вы математику учить не хотите, ребят? Колокольчик. Ну тут уже вообще отдельная тема. У КТшника в кармане мелочь зазвенела, прикиньте. Услышал он его. Обронил бедный КТшник монетку, ебать в рот, спалился. Вот только что он тут услышал, я хер его знает. Вот вам тот же момент со звуком. В этом моменте у КТшника, видать, серебряный колокольчик на шее висит, как у буренки. Иначе как объяснить, что он его через всю карту услышал? Хотя, возможно, это звенит мелочь в кармане. Но в таком случае, кого КТшники обули? Сложный, б***й, вопрос. Ну а в этом моменте мы вместо прицела телескоп себе поставили. Смотрите, как хер на работает. У подводных лодок даже такого зума нет. В этом моменте на банане лежит два смока, а нам это никак не мешает. Ну мы, парни, тоже непростые лазейки, тоже знаем. Шаман его научил. Говорит, не можешь увидеть. Нюхай. Сука. Б***ь. Я х**ил. И смотрите, ведь работает. В этом моменте банальное ВХ. Либо мелочью КТшника в кармане звенит, я не знаю. Что-то одно из двух точно. Я вам сейчас покажу этот момент в реальном времени, вы вообще ничего заметить не сможете. Балкон Петровича. Очень интересный момент, один из моих любимых. Хотя, Петрович как 15 лет уже переехал на железную дорогу. А этому всё призраки мерещатся. Что это за странное прицеливание в пустое место? Кого он здесь увидел? Привидение? И вообще, при выходе на мост чекают по дефу левую решётку. Ну никак не очко. Но на самом деле мы знаем, да, чё он там увидел? Нет, это не 4, ребят. Это опыт. Уж очень мне нравится его стрельба. Не, не заметили? А я вот заметил. Глядите внимательно, чё происходит. Ну чё сказать. Чувак с аимом гоняет. Я вам даже сейчас наглядно покажу. Обратите внимание, как он стреляет. А стреляет он вообще непонятно куда. И только после выстрела его прицел оказывается на противнике. А главное, ровно на нём. Прицел доводится не до выстрела, а уже после. Здесь очень хорошо видно, как прицел липнет. Этот момент спишем на реакцию. На опыт. Ну как бы ладно. Но меня больше поразил вот этот момент. Прилетает флешка. Его слепит. По крайней мере, нам показывать, что его слепит. Когда он отходит от флешки, смотрите, он сидит до сих пор за ящиком. А теперь самое интересное. И вы мне хотите сказать, что вот это вот опыт? Да ну. Сидит за ящиком, офлешенный, без инфы. Смотрите, оба чата молчат. И ты так прекрасно знаешь, где кто сидит. Да никогда, б***ь, не поверю в такой опыт. То, что у него стрельба уникальная, я вам это уже говорил. Так, чисто даю пару моментов для закрепления материала. Запомните, ребят, главный залог успеха это стрельба заранее. В нашем случае это прицеливание. Даже люди с аимом промахиваются. Ну бывает, чё. Интуиция в квадрате. Очень интересный момент. Советую вам его посмотреть. Такой интуиции сейчас сами девушки позавидуют. Не чекает ни правую сторону, ни левую. А зачем, если запах старых носков идет спереди, правильно? Берет их чисто на запах. Запах настолько сильный, будто в том углу стоит мешок старых столетних тряпок. Я говорил вам, это его шаман научил на запах брать. Мой самый любимый на сегодня момент. Смотрите. Просто ювелирная игра с АВП. Вместо прицела у него похода рентген стоит. Работает исключительно по ауре соперника. А вот тут, тут уже даже пришлось транспортир подключить к прицелу. Каждый миллиметр окна он тщательно прощупывает. Прирожденный, блять, охотник. Работает исключительно по запаху. Как говорится, опыт не пропьешь. Да и такого еще хуя не пьешь. Брюс всемогущий. Достойный момент, чтобы вам его показать. Комментировать тут нечего и так все предельно ясно. Здесь чистокровный опыт. Это не ВХ. Все про-игроки так делают. Подумаешь, игрок на расстоянии в пол карты находится. Ну и что? А когда нам это мешало? Обычно при проходе на заводь к нижним винтам чекают где? Правильно, вот это место. Ну а наш подозреваемый решил время не тратить и дерзануть по-крупному. Ну че тут скажешь, ребят? Пацан играет чисто на опыте. Возвращение Петровича. Очень мне нравится его опыт, особенно в этом моменте. По кому стрелял? Непонятно. Наверное, Петрович опять привиделся. В этом моменте, думаю, и так все понятно. А вот тут уже интересно. Обратите внимание на то, что перед ним падает флешка. Его слепит до того, как выйдет КТшник, любой адекватный игрок отойдет назад. А этот, смотрите, мало того, что он ослеп, так он еще умудряется и прицелится в этот момент грамотно. И если бы не его криворукость, то был бы фраг. Поразительная, да, Чуйка? В этом моменте нам помогает вся та же интуиция, плюс его сверху защищает Петрович. Тот самый, которого он ловил на балконе на Инферно. Иначе как объяснить его действия? Глядите, где он встал. И не боится, главное, по сторонам-то даже не смотрит. Петрович простер над нами щит! Ну конечно же, чего нам тогда бояться-то, да? Но в итоге его криворукость опять подводит, и он умирает. Смотрим следующий интересный момент. Увидел в дыму КТшника, ага, сразу палиться не будем, сядем подождем. Видит, что пацаны бегут на верную смерть и думает, нет, нахуй, я не дам пацанов в обиду, сделаю фраг, спасу команду. А то всю катку отыграл с квадратами и сейчас не выиграть, но это будет х**ос. Следующий момент у нас происходит в верхней темке. Сейчас он будет брать пацанов на реакцию. Первого поймал. Ну, второй вышел дефолтно, ладно. А вот с третьим уже посложнее, тут мы берем пацана уже на опыт. Все, красавчик, защитил пацанов, респект. А теперь внимание, смотрим следующий раунд. Видит, что за ящиком никого нет и не стреляет. А зачем поднимать панику, если мы и так знаем, что там никого нет, правильно? Это что за опыт такой? Где такому обучают? В лесах розового попугая под перевалом ра*** что ли? Вот и все. Это далеко не все моменты, которые достойны внимания, но я вам показал и так достаточно, и надо быть полным идиотом, чтобы после просмотра мне написать в комментариях, что это дефолт. Я не буду говорить каких-то длинных речей, а сразу отвечу на ваш главный вопрос. Что с ним будет? Ничего с ним не будет, он так и продолжит играть. Если, конечно, у него есть совесть и уважение к игрокам, то да, он перестанет играть с читами. Но в любом случае свою репутацию он уже испортил, и восстановить уже вряд ли ее получится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!